На сегодняшний день в развилке числится 665 предпринимателей, которые занимаются средним и малым бизнесом. В основном это розничная торговля и сфера услуг. Период самоизоляции стал для них серьезным испытанием. Владимир Градов еще в советские времена организовал кооператив по ремонту машин. Сейчас успешно продолжает свое дело. У него свой автосервис и магазины продовольственных и непродовольственных товаров, которые в период пандемии работу не останавливали. Немножко пострадал авторемонт, но и даже мы работали в сфере торговли, все равно пошли убытки. В каком плане? Покупательская способность упала. Жесточайшая самоизоляция, покупателей меньше, товарооборот снизился. Несмотря на временные трудности, рассказывает предприниматель, коллектив полностью удалось сохранить. Сотрудники старше 65 лет были отправлены на самоизоляцию с сохранением заработной платы. Они получали зарплату полностью, естественно, и налогообложение, и все прочее. Короче, говоря, выжили. Марина Садер-Амели бизнесом занимается 15 лет. До этого 24 года работала ведущим экспертом в торгово-промышленной палате Российской Федерации. Открыла в поселке Развилка ветеринарный центр. Он включает в себя клинику, аптеку и зоомагазин. В штате 10 человек. В условиях пандемии коронавируса ветеринары продолжали принимать четвероногих пациентов. Режим был определен нами. Это дистанция, это антисептики, перчатки. Предварительная запись на прием к врачам. Соблюдение дистанции позволяет площадь соблюдения дистанции. Марина признается, конечно, в это время они потеряли возможность заработать. Цены в преискуранте на услуги пришлось немного снизить. Но это позволило сохранить команду и хотя бы частично покрыть расходы. Трудно было ребятам нашим, очень трудно. У нас большое сообщество предпринимательское в Развилке. Я всегда ценю наших предпринимателей и очень их люблю. Потому что, несмотря ни на что, они всегда принимают активное участие в развитии нашего поселения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.